Очередная ошибка. Это страх, ваш страх и мой в том числе, выходить на улицу. Ну, давайте честно. Мне сейчас сорок пять, начал более-менее снимать, а сорок два. И если вы думаете, что мой мозг не кричал мне благим матом, не крошай, ведь тебе сорок два. Тебе сорок два, и ты хочешь, вот ты прямо хочешь идти как молодая там тиктокерша сниматься? Кричал. Если вы думаете, вы прямо сейчас видели, как вот посреди дороги вдруг едет машина, и вдруг останавливается мужчина, и говорит, что он там начальник службы безопасности, и какое у меня право есть снимать здесь? Я что-то не вижу какого-то режимного объекта, охраняемой территории, да, и на его вопрос покажите, на мой вопрос покажите свои документы, что вы начальник там службы безопасности, да, то есть он думал, чего я, то есть тоже бывает так. И таких людей очень много, они приходят, то есть и что? Вот когда вы будете, то есть если вы не идете и не снимаетесь, то ничего толком, вы не будете качать скилл. Вы так до конца своих дней будете сидеть и бояться. Вы будете бояться и думать, что, что скажут, а можно ли снимать, а можно ли там говорить, а что скажут люди, и начинаете вот убеждать себя, что здесь плохой свет. Вы смотрите, я вам сказал, когда мы начинаем снимать, солнце было высоко вот там, и мне все равно какой свет, потому что я знаю, что дам хороший и интересный контент, и мне все равно какой свет. Вы же меня видите, вы меня слышите, я даю полезный контент. Звук хороший, локация, то же самое, там где стал, там и снимаю. Люди, ну и что? Я, извините, здесь не копаю там, не знаю, не по подкопу ничего там, да, ну и делаю свои там, как бы, то, что мне нравится, то, что мне разрешено. Почему? Потому что мне это нравится. А вы до сих пор вот скажите себе, почему? Просто возьмите для себя и выясните, как вы реагируете на то, что пора снимать на улице. Теперь, что делать? Первое. Возьмите листик и прямо сейчас напишите десять причин, почему вы не можете снимать на улице. Ну, я представляю, что, типа, нет места, холодно, люди будут смотреть, люди будут мешать, машины будут пикать, будут приходить, а что вы здесь делаете, почему вы здесь снимаете, там, а кто вам разрешил, и прочее, прочее, прочее. Этот человек не был наемным, он просто ехал и просто остановился, как по заказу, под этот стрим. Это нормально. Когда вы снимаете что-то, люди, им не то, что не нравится, они бы тоже хотели сниматься, они бы тоже хотели, но у них есть страх того, и они думают, ну и сейчас я вот тебе спрошу, а что, а как, там, туда-сюда, там, в этом формате. Понимаете? И здесь надо для себя четко понимать, вот, четко прописать себе десять причин, почему я не снимаю на улице. А потом, напротив каждой причины, напишите, что будет, если я это сделаю. Ну, что самого страшного может с вами случиться, если это произойдет? Вот самое страшное. Вас убьют? Наверное, нет. Ну, я думаю, что не то, наверное, а скорее всего нет. Вас накажут? Тоже нет. Вас изобьют? Тоже нет. Вас оштрафуют? Тоже нет. А тогда чего вы боитесь? Вот напишите себе против каждого пункта. То есть вы взяли вот такой листик, взяли просто тебе написали, там, да, плохой свет. Ну, почему плохой свет? Всегда можно найти локацию получше, там, повернуться, камеру повертеть, там, пятое-десятое, там, да. Плохой вид, давайте признаемся себе, это не свет и не вид, а это ваш страх. Страх перед публикой. А это же не что иное, как публичное выступление. То есть вы стоите на улице, кругом ходят люди и вы говорите. Со стороны кажется, что вы придурок. Кому кажется? Кто то, кто думает? То есть кто те люди, которым это кажется? И вообще, какое мнение? То есть кто они такие, что вы должны к их мнению прислушиваться? Ну, это кто там, не знаю, судейская комиссия, либо там вершители судеб. Это кто вообще? Понятно здесь, да? То есть, и после того, как вы написали 10 причин, написали напротив каждой причины, что самое худшее может быть, идите и снимайте. Идите, снимайте прямые эфиры, видеоролики, что угодно на улице, потому что улица, это всегда нормальный свет, улица, это всегда нормальная история, как бы, вот улица, это то, что, как бы, что дает вам возможность реализоваться, стать еще лучше и снимать разные ролики на разных видах, на разную тему. Пара-бара-бам.